доброе утро сегодня девятнадцатое марта 2017 года я наконец-то у меня появилось вдохновение я приехал на сеную на садовую заново вспоминаю свой город узнаю 10 приехала и у меня так не было еще вдохновения желания что-то снимать у меня было ощущение что меня опустили на дно озера такого и мне надо как аквалангисту было какой-то адаптационный период хотя я сразу сразу вспомнила что я здесь живу индия была как прекрасный сон вот слава богу что перестала сильно привыкать к странам к людям к местам раньше я вообще болезненно совсем расставалась первый раз когда вернулась из индии и отплакала как две недели как будто без кожи а сейчас нормально здесь и сразу как-то осознала что это мой дом а туда приезжая знаю что тоже это мой дом такое члене что столько лет бегая по граблям совершая одни и те же ошибки у меня как будто бы все-таки эти грабли мне дырку в голове пробили в эту дырку мозгов насыпали теперь весь мой мир вокруг меня вокруг моего сердца все не знаю что-то изменилось а может просто это гормональное что-то связано с гормонами вот но все все здесь нравится вот кроме погоды погода холодноватая и кроме ремонта но зато очень красиво окна стали так дороско такая хочу найти страховую компанию я хочу съездить финляндию швецию прокатиться раз уж я здесь рядом отсюда гораздо ближе покататься ты вообще мне сказал давай езжай еще норвегию данью горы здорово в норвегию это еще и серым опять увидимся тем который наш мальчик из тура вот так мне надо альфа страхования номер один дом номер один вот ну решила нет поеду на недельку филляндию швеции только не поеду жена в норвегию данью так значит там наверное номер один вот такой он сегодняшний питер без солнышка не нашла альфа страхования ну тогда пойду в чайную ложку пойду попью чая а вообще я еще собиралась на стену и сходить на вопраксин двор да по-моему так на рынок сейчас вспомню вот сюда сейчас зайду купила телефончик леново у меня компьютер леново ну и захотелось мне чтобы было оно гармонично а вот гармоничного чехольчика я не нашла уча схожу ищу есть но не те цвета которые меня радуют ну вот купила за 900 рублей вот такой чехольчик мне понравился иду дальше классно ой давно надо было выехать в центр здесь классно так но сейчас посмотрим что с моим любимым рынком сделалась сказали там навели такой порядок все в павильон чеках чувствуется приближение весны вот под подарку можно зайти отсюда наверное можно зайти дальше тоже стройка вот такая она наша опрашка ой вот такое деревце бы мне бы в индии цветы первое же кого спросила вообще на меня внимание обратили продолжили разговаривать друг с другом чудеса я может невидимая странно 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 а мне надо кое-что найти торговое оборудование мне надо найти что-то мне не найти и как-то народ не торопится делиться своими знаниями все-таки неприветливая я прям поражаюсь как это мне еще никто ничего не ответил мне пришлось позвонить сыну потому что очередной раз я спросила женщину где ну хоть приблизительно она идет даже голову не повернула я слышала только что она с кем-то разговаривала я сыну говорю может я вообще незаметно умерла как это они меня не видят не слышат но потом когда я к ней сильнее пристала она говорит не знаю о господи так он сказал 25 корпус 25 в 35 корпус дома 28 30 как это у них тут разложено ничего не понимаю что это у меня за карма где я накосячила старушек через дорогу переводила всем спрашивающим отвечала не хамила не обсчитывала а сейчас ни от кого не добиться ответа что такое нашла спасибо сыну и интернету нашла но того что мне надо там не было совсем маленький стал ассортимент да с трудом нашла конечно но я конечно понимаю что никто не хотел ничего отвечать что зря силы тратить хотя хотя индейц бы все равно послал куда-нибудь куда-нибудь бы ты послал а здесь просто не реагировали нет того что надо саше просил вот ну как бы размер ники для колец размеры различаются индийские русские вот приходится там через таблицу переводить когда ему заказывают размеры там специально есть таблица между индийскими и русскими размерами колец а так бы я ему привезла те которые сразу на дому заказывают ибо пальчик померили и по-русски уже знали накупила красивых бамбуковых трусов сейчас пойду покупать себе купальник наконец-то со мной стали разговаривать мне стали улыбаться меня стали видеть иначе у меня было ощущение что он чистит коврик как вот фильме чародеи а у люди бегала-бегала в тишине здесь сейчас и люди появились как будто параллельном мире там бегала все такие как тени как призраки вокруг меня как будто Продолжение следует...